Кибела Спутниками богини, фрегийское название которой было Амаз, считались корибанты, куреты и идейские дактили, ее любимцем являлся прекрасный юноша Атис, также с ее культом были как-то связаны кабиры. Через посредство греческих колоний в Малой Азии культ Кибела рано проник и в Грецию, где она была отождествлена скритской матерью Зевса, Реей, и обыкновенно называлась Великой Матерью Богов. От служителей Кибела, исполнявших культ, требовалось полное подчинение своему божеству, доведение себя до экстатического состояния, вплоть до нанесения друг другу кровавых ран и оскопления во имя Кибела неофитов, предававших себя в руки этой богини. Главные атрибуты Кибела – золотая колесница, запряженная львами и корона в виде зубчатой башни. Окружение ее составляли безумствующие корибанты и куреты, дикие пантеры и львы. Кибела выступала как дарительница плодородия, владычествующая над горами, лесами и зверями. Введение культа Кибелы в Риме, в 204 году до н.э., совпало с концом Второй Пунической войны, когда Рим активно продвигался на восток. Согласно изречению севилиных книг, торжественно был перевезен особым посольством древний символ культа богини, темноцветный камень, вероятно, метеорит, из ее храма в Песенунте. В порту Осте богини встречали все женщины, и когда статуя богини не сходила на берег, ее должны были нести девы к храму Победы на Дворцовом холме. День, когда это произошло, 12 апреля, соблюдался впоследствии как фестиваль Мегалесия. С тех пор культ богини, под именем Великой Матери, Мэтта Мегна, сделался государственным, им заведовала особая коллегия жрецов. Самим римлянам сначала было запрещено принимать участие в обрядах культа Кибелы, распространяться между ними он начал лишь во времена империи. Особенно много народу привлекали искупительные жертвы Кибеле, Тавроболе и Креоболе и посвящение в культ путем орошения бычьей или бараньей кровью. Для этого периода характерно слияние Кибела и Обс, римской богини посевов и жатвы. Наибольшую пышность празднества в честь богини обрели в эпоху империи. Именно тогда, в эпоху особого развития и религиозного синкретизма Кибела становится покровительницей благосостояния городов и вообще всего государства. Античное искусство По орфикам, дочь Протагона. В римском пантеоне ей соответствует опа и Кибела на латыни. Магнам это По орфикам, дочь Протагона. По орфикам, дочь Протагона.